Добрый день уважаемые трейдеры вас приветствует компания winoption signals и сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов pz binary options а если вы еще не подписаны на наш канал то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик а мы продолжаем данный индикатор анализирует движение цены рабочего таймфрейма после чего математически рассчитывает значение силы и возможного направления цены также в индикаторе присутствует дополнительный гистограммный индикатор и панель которые помогают фильтровать сигналы индикатора стоит отметить что данный индикатор может не подойти новичкам из-за его сложности и перед применением его в торговле каждому трейдеру обязательно стоит полностью понять принцип его работы и прежде чем перейти к правилам торговли по данному индикатору рассмотрим его настройки и настроить в индикаторе можно несколько параметров первые параметры это скользящие средние которые необходимы для подвального индикатора и по умолчанию значение для быстрой скользящей идет 3 а для медленной 12 и изначально лучше использовать данные значения так как автор индикатора использовал именно их и как только станет ясно как работает данный индикатор их можно будет поменять и подогнать под себя после настройки скользящих средних можно указать максимальное количество баров на истории для индикатора следующий параметр отвечает за цифры под свечами и над свечами и отключать его конечно же не стоит так как пропадет вся суть индикатора то же самое можно сказать и про следующий параметр который отвечает за панель в правом верхнем углу далее идут настройки цветов а после них размер шрифта теперь можно перейти к принципу работы данного индикатора и правилам его торговли и первое что хочется отметить это что помимо сигналов данного индикатора торговля по нему основана на трендовых движениях поэтому важным преимуществом трейдера будет знать что такое тренд и как его определять так как это в разы улучшит эффективность работы с данным индикатором если говорить об экспирации для данного индикатора то использовать лучше 3 свечи но в зависимости от таймфрейма данное время экспирации можно увеличивать но чтобы подобрать правильное время экспирации для более высоких таймфреймов нужно будет провести собственное тестирование говоря о самом индикаторе алгоритм его построен на анализе ценовых паттернов и по словам автора индикатора формула основана только на математических расчетах без применения каких-либо вероятностных факторов и правила торговли по данному индикатору первым делом подразумевают слежение за панелью которая находится в правом верхнем углу и торговля должна вестись только тогда когда появляется фраза trade in time а если же на панели написано do not trade то торговать опционами не стоит на сами цифры можно не обращать внимание и ориентироваться стоит только по фразам второе и самое ключевое в работе данного индикатора это цифры над и под свечами именно данные цифры будут генерировать основные сигналы и цифры снизу всегда имеют синий цвет а цифры сверху красные также рядом с цифрами иногда могут появляться плюсы что говорит об обновлении максимума или минимума предыдущей свечи таким образом можно определять пробой если свеча со значением плюс закрылась выше или ниже предыдущий то такой пробой можно назвать истинным очень важным моментом является то что рассматривать пробои стоит только с однонаправленными свечами так как с разнонаправленными свечами пробои будут являться ложными и также стоит обратить внимание что в данном случае речь идет не о пробои какого либо канала а пробои предыдущей свечи поэтому все данные пробои должны быть только локальными еще одним важным моментом является то что если свеча полностью поглощает предыдущую или является очень длинной, то даже сложным пробоем это с большой вероятностью будет говорить о локальной смене тренда. Последнее, что будет помогать в принятии решений, это гистограмма, которая находится в подвале. И столбики гистограммы в данном случае повторяют числовые значения, которые находятся под и над свечами. И в некоторых моментах это может быть довольно удобно, когда будут использоваться числа, но к числам мы вернемся немного позже. А вот что можно напрямую использовать для подтверждения сигналов, это линии подвального индикатора. И как только зеленая линия пересекает пунктирную снизу вверх, это говорит о покупках опционов Call, а когда пересекает сверху вниз, о покупках опционов Put. Возвращаясь к цифрам, которые генерируют сигналы для покупки опционов, обращать внимание будет необходимо на ту цифру, которая больше по значению. Но стоит отметить, что будет неправильным совершать сделки на каждой свече, и в этом может быть сложность для новичков. Так как в торговле по данному индикатору нужно следовать некой логике. И покупать опцион Call необходимо тогда, когда синие числовые значения превышают красные в течение нескольких свечей. А покупать опцион Put необходимо, когда красные числовые значения превышают синие в течение нескольких свечей. И теперь, понимая правила торговли по данному индикатору, можно без проблем использовать столбики гистограммы, так как это в разы упростит и ускорит процесс анализа. Теперь можно рассмотреть несколько примеров сделок по данному индикатору. И в данном случае можно видеть, как у нас был локальный нисходящий тренд, и сила продаж на большинстве свечей преобладала над покупками. И даже если рассмотреть данный участок, то можно увидеть, что здесь покупки не преобладали, так как значения чисел были не настолько высокими. А уже на данном участке можно видеть довольно высокие значения силы покупок. И как уже говорилось ранее, несмотря на то, что данные две свечи являются разнонаправленными, пробойная свеча имеет повышенное значение со знаком плюс, а также является большей в два раза по сравнению с предыдущей свечой, что говорит о возможной смене локального тренда. И после того, как мы наблюдаем три растущих свечи с повышенными значениями, а также зеленую линию, которая пересекла пунктирную снизу вверх, мы можем покупать опцион колл с экспирацией в три свечи, что по итогу принесло бы прибыль. После восходящего тренда у нас появляется флет, который также можно было бы использовать в торговле, но мы рассмотрим более понятные участки цены. И в данном случае после окончания флета мы наблюдаем обратный сигнал от подвального индикатора. И для подтверждения сигналов и покупки опциона пут нам осталось дождаться несколько нисходящих свечей с повышенными значениями. И как только мы получаем третью свечу с повышенным значением, а также со знаком плюс, после ее закрытия можно покупать опцион пут. И в данном случае экспирация в три свечи также принесла бы прибыль. И в заключении хочется сказать, что индикатор для бинарных опционов PZ Binary Options является полупрофессиональным и не подойдет новичкам, так как не имеет очень простых и примитивных правил торговли. И для его освоения придется потратить много времени на тесты и изучение принципов его работы, но при правильном его применении по итогу он обязательно сможет приносить прибыль и будет работать намного эффективнее других индикаторов. И также никогда не стоит забывать о правилах money management и risk management так как они являются фундаментом в любой прибыльной торговле. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!